Всем здравствуйте! В апреле происходит многое, но нельзя объять необъятное, поэтому в этом видео рассказываю о том, как мы отмечали Пасху. Также мы пойдем гулять по лесу, смотреть цветение английских колокольчиков. Можно сказать, что это натуральное природное шоу, которое каждый год все живущие в Англии стараются посетить. Обычная служба идет на двух языках, русском и английском, пасхальная служба на трех, еще и на греческом, но сегодня было гораздо больше языков. Прибавился и румынский или молдавский, мне кажется, они довольно близкие, ну и, конечно, украинский. Христос воскресе Я уже делала несколько видео, в которых рассказывала и об этой церкви исторической, и о нашей общине. И я просто внизу оставлю ссылочки. Кто не посмотрел, обязательно посмотрите, это очень интересно. Благословение пищи – это не просто обряд. Посмотрите, сколько любви, сколько труда наши женщины вложили в приготовление всего этого. Мой, ну не совсем кулич, но пирог, вот этот. Это был эксперимент, и тесто не очень поднялось, но все равно мы попробовали утром, и было очень вкусненько. Когда освещение кончилось, и все разобрали свое, я обратила внимание вот на это красивейшее полотенце. Представляете, в наше время вышивка, все так здорово. Ну и Вера мне показала, что у нее внутри – это вообще полет творчества. Представляете, вот такой вот букет сделать съедобный. У ребят в Киеве родители. Они, конечно, очень переживают. Вот родителям уже за 70, и они уезжать не хотят. У многих, если не родственники, то друзья на Украине. И, конечно, кроме пасхальных молитв, каждый, наверное, стоял и посылал в небо молитву о скорейшем мире. И, конечно, что может быть более мирным и умиротворительным, чем прогулка по сельской местности, прогулка по лесу, да еще в такое время, когда, ну, в Англии происходит реально шоу, которым руководит природа. Это цветение английских колокольчиков. Очень популярное время, и все стараются идти и любоваться этим. Мы тоже не отстанем от всех и пойдем погуляем по лесу. Но, чтобы добраться до леса, нужно пройти через фермерские земли, поэтому мы и встречаем лошадок на нашем пути. И сейчас утро, еще так прохладненько, и роса блестит на листиках. В общем, все сверкает. Птички поют, но, в общем, красота. Успокаивает, вдохновляет и прибавляет здоровье и положительных эмоций. Этот лес принадлежит муниципалитету деревни Комптон. И, конечно, он открыт, и здесь можно гулять, но гулять только по тропиночкам. Люди об этом знают, потому что, чтобы вот была такая красота, чтобы это все цвело полями, ходить там нельзя. Наступая на луковицы, можно их поранить. И тогда растение или погибнет, или будет долгий срок восстанавливаться. А чтобы было вот такое цветение, вот такая красота, растениям нужно достичь 5-7 лет. Поэтому, конечно, все очень бережно к этому относятся. Тем более, что английские колокольчики, они охраняются законом. Почему? Ну, потому что случилась вот такая вот ботаническая незадача, когда привозят новые растения, и они начинают конкурировать с местными и начинают побеждать. Так и здесь случилось, когда завезли испанские колокольчики, то они начали отбирать место под солнцем у английских колокольчиков, и местные виды были под угрозой исчезновения. Их взяли под охрану, и сейчас вот мы можем наслаждаться вот такими красивыми пейзажами в апреле-май месяце. Чем отличаются английские колокольчики от испанских, как их можно разделить? Английские, они имеют форму, которая как бы свисает, наклоняется верхушка стебелька, и сами они смотрят вниз. А испанские, они больше прямо стоящие, а так, в общем-то, они достаточно похожи между собой. Вот так, в общем-то, они очень похожи. Иногда дорожки никуда не ведут, но если только на какой-то такой пятачок, где могут поиграть дети. И вот как раз в такое место мы попали. Но что я хотела вам показать здесь, это как много сломанных деревьев, веток валяется, и кажется, что за лесом никто не следит. Нет, вы уже видели и пеньки, и собранные вместе поленья, и где-то оставлены деревья, это всё для того, чтобы была натуральная среда для животных, для насекомых, для птиц, то есть чтобы им было здесь комфортно. То есть оставляется ровно столько, сколько нужно для жителей этого леса. Когда вы гуляете по лесу или в лугах, в общем, находитесь на природе, вы всегда должны думать, что всё-таки мы в гостях. А вот они, зверюшки, птички, насекомые, они у себя дома. Ну и, конечно, вести по этому нужно соответственно. Потому что здесь это уже не об эстетике, которую мы придумали в своей голове. У нас у всех разные вкусы. Здесь чистая наука, чистая биология и охрана природы. В этот лес, в эту пору, мы приезжаем каждый год. Я вам оставлю видео с прошлого года. Вы можете сравнить. И, конечно, после этого мы опять идём через фермерские земли. Кстати, один год здесь все эти пастбища были отданы под Рескью-центр, под благотворительную организацию. Я не знаю, откуда они привезли столько измождённых лошадок, может быть, с континента. Выглядели они, конечно, удручающе. И здесь их откармливали, отпаивали, лечили, чесали. В общем, в конце получились такие красавицы, которых просто народ разобрал и отправили их по разным местам. Всем нашли новый дом. Чем занимается эта ферма? Вообще, они занимаются тренировкой и уходом за лошадьми, у которых есть свои хозяева. Ну, что-то принадлежит, конечно, ферме, потому что они здесь тренируют наездников, как спортивная школа. Но в основном... Ну, посмотрите, умаялся парень. В основном это лошади, у которых хозяева живут где-то в городе, приезжают с ними покататься, повидаться на выходные. Ну, а вот на неделе у них такая вот жизнь. Ну и напоследок очень вечная тема. Это любовь, Бог есть любовь. Это вечная. И даже когда мы умираем, то любовь остаётся. Так случилось и здесь. Это кладбище, вернее, эту землю купила Мэри Водсон. Купила для того, чтобы здесь создать кладбище и похоронить своего любимого мужа, который ушёл раньше, так как был старше её на 30 лет. Они были оба художники. И вот она создала эту часовню, а также галерею, где он похоронен, по своим эскизам всё построила. Посмотрите, какое великолепное убранство, какое посвящение любимому человеку. Это на века. Фридрик и Мэри Водс жили в этой деревне. Они здесь создали производство гончарное и обучали гончаров. В общем-то, всё это было создано на месте. Вот эти все роскошнейшие плитки, изразцы. Всё это сделано руками односельчан и строилось это 9 лет. Перед входом в галерею, где похоронен её муж, могила Мэри, после своей смерти она завещала все эти земли Комптону, то есть родной деревне. Вот такая у нас сегодня получилась прогулка. Пора уже прощаться. Я вам желаю, конечно, вот такого синего, спокойного неба над головой, покоя и равновесия в душе, чтобы с вами были родные и близкие. В следующих видео я расскажу вам о своём большущем юбилее, который пришёлся на пост, поэтому мы его отмечали позже. И также покажу вам свой сад, который мы тоже подзабросили. На сегодня всем пока-пока. Ну, конечно, не забывайте ставить лайки, оставлять свои комментарии, подписываться, если не подписались, и расширить это видео на своих соц. страничках. Заранее всем благодарна и ещё раз всех с праздником! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!